МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный центр физики и математики создали в 2021 году по поручению президента при активном участии Ядерного центра. Определена и начала реализовываться научная программа НЦФМ, включающая 10 направлений. В уходящем году прошел второй набор филиал МГУ. Сегодня в нем обучаются около 100 магистрантов по трем направлениям физики и математики. В следующем году состоится первый выпуск специалистов. Большинство из них планирует пойти на работу в ФИАЦ, в НЕФ. Все студенты закреплены за соответствующими руководителями. От каждого направления есть руководители у студентов. И сегодня порядка 37 из 47 студентов, 37 уже заявили о своем желании остаться в нашем Ядерном центре. В планах к 2025 году набрать 400 студентов и аспирантов, а к 2030 увеличить эту цифру до тысячи. О развитии кадрового потенциала градообразующего предприятия на пресс-конференции по итогам года рассказал директор ФИАЦ ВНЕФ Валентин Костюков. 913 человек в этом году приняли на работу в Ядерный центр. Из них 433 – это специалисты в возрасте до 35 лет. В том числе 250 – молодые специалисты. 40% трудоустроенных окончили в ВУЗы ПФО. 38% – САРФТИ. САРФТИ с ее 38-40% объемом поступающих молодых специалистов сюда, в НЕФ, является нашим очень серьезным партнером в этой части. И мы и дальше будем поддерживать, так сказать, это направление, связанное с развитием филиала НЕЯУ-МИФИ в САРОИ. По словам Валентина Костюкова, вектор развития РФЯЦ ВНЕФ остается прежним. Обеспечение гарантированного ядерного сдерживания и ответы на вызовы и угрозы других стран. Получили дальнейшее развитие флагманские цифровые продукты госкорпорации «Росатом», разработанные в РФЯЦ ВНЕФ. В 2022 году пакет программ суперкомпьютерного моделирования и инженерного анализа «Логос» поставлен в 79 организаций. Модуль «Логос-платформа» признан лучшим в области цифрового импортозамещения. На что я хотел бы обратить внимание, что вдобавок и рост научного потенциала, пять докторских диссертаций текущего года – это отличный результат, который дает нам возможность, дает нам возможность достаточно серьезно смотреть в будущее. РФЯЦ ВНЕФ традиционно становится победителем и призером различных научно-технических конференций, конкурсов и выставок. В выходящем году разработки ядерного центра получили девять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. Рассказал Валентин Костюков и об итогах реализации социальных программ, медицинских, жилищных, поддержки неработающих пенсионеров в санаторно-курортном лечении. Отдельно хотел бы отметить отдых детей, работников в детских лагерях отдыха. За год их отдохнуло почти 2400 человек. И ВНЕФ на сегодняшний день единственная структура в Росатоме, которая имеет и организует отдых детей в трех лагерях, которые расположены в Нижегородской и в области Мордовской республики. Коснулись на встрече с журналистами и вопроса освоения северных территорий. Напомним, к Сарову присоединили порядка 700 гектаров лесного фонда. Город рассматривает эту территорию для жилищного строительства, пояснил глава города Алексей Сафонов. Максимальная вместимость территории – около 25 тысяч жителей. Понятно, что после того, как мы закончим вопросы планировки, дальше будут обсчитаны социальные аспекты, также будут посчитаны необходимые объекты инженерной инфраструктуры, после которого все необходимые программы будут созданы и внесены в адресные инвестиционные планы города. Ну и, соответственно, дальше по вопросам финансирования и освоения мы приступим уже непосредственно к застройке территории. Завершили встречу обсуждением итогов акции «Елка желаний». Нижегородские дети-сироты смогут получать со следующего года сертификаты на приобретение жилья с учетом собственных пожеланий. Муниципалитеты получили право покупать квартиры по актуальной стоимости, а дети-сироты – выбирать район проживания. На эти цели будет направлено свыше полутора миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета. В настоящее время в очереди на получение жилья находятся тысячи детей-сирот. «К сожалению, есть дети, кто свою семью потерял или не имел вовсе. Они нуждаются в нашем особом внимании и заботе. Причем мы должны придерживаться понятного и справедливого принципа. Не дать жилье для галочки и компенсации, а помочь почувствовать уверенность, ощутить веру в лучшее будущее. Вот наша с вами задача и ответственность». С ноября этого года в Нижегородской области запущена региональная программа «Льготные ипотеки», которой могут воспользоваться и многодетные семьи. Теперь им предоставляется выбор между земельным участком, жилищным сертификатом или возмещением части процентной ставки по жилищным кредитам за счет областных средств. Наш регион сохраняет лидерство по количеству заключенных социальных контрактов. Внедрение меры поддержки позволило сократить уровень бедности. «В общей сложности своевременную поддержку уже получили более 130 тысяч наших жителей. Это важно. Именно эта практика позволяет вывести значительную часть наших семей из-за черты бедности. Надо сказать, что федеральный центр за весь период вызовов очень своевременно оказал поддержку, предоставив соответствующие выплаты семьям с детьми и предприятиям для сохранения коллективов и рабочих мест соответственно». В регионе также сохраняется один из самых низких уровней безработицы в России и самый низкий в ПФО – 0,4%. За пять лет уровень доходов нижегородцев вырос на 40%. В общей сложности на стимулирование экономики региона в период всех ограничений 2020-2022 годов было направлено порядка 253 миллиардов рублей прямых и непрямых форм дополнительной поддержки. «Пять лет назад мы начали с территорий и всего преобразовали свыше 6 миллионов квадратных метров общественных пространств. Это площадь почти 900 футбольных полей. В том числе открыли уникальные объекты в рамках конкурса «Малых городов». Преобразовали локальные, но очень важные центры притяжения жителей и гостей этих территорий. Общественные пространства благоустроились на территории 104 городов, городских и сельских поселений». Нижегородская область третий год подряд сохраняет лидерские позиции по объемам дорожных работ среди всех субъектов Российской Федерации. По данным Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году уложено 7,5 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Завершил ежегодную речь губернатор пожеланиями на грядущий год. «Развитие – это дорога только с двусторонним движением. Без вас и вашего участия мы не продвинемся ни на йоту. Поэтому для преодоления сложностей желаю вам терпения и сил. Для нового прорыва бесконечной энергии и креатива. А для истинно счастливой жизни желаю вам любви. Потому что, как известно, только любовь спасет мир. С наступающим Новым Годом!» Ежегодно в нашем городе проходит благотворительная акция «Елка желаний». Ее цель – подарить маленьким саровчанам настоящее новогоднее чудо. В этом году о своих заветных мечтах написали 45 детей из 11 семей. Ребята из малообеспеченных и многодетных семей с ограниченными возможностями здоровья. Дети участников специальной военной операции. В роль Деда Мороза выступили депутаты и предприниматели. Не остались в стороне и сотрудники администрации. Глава города Алексей Сафонов по традиции снял с «Елки» два шара. А его заместители исполнили мечты ребят из двух многодетных семей. «Эмоции от этой акции, они всегда традиционные. Это нежность, это тепло, это вот участие в волшебстве и некая близость к Деду Морозу и вообще близость к детству, когда есть ощущение, что то, о чем ты мечтаешь, оно может сбыться. И поэтому, конечно, я всегда принимаю участие в этой акции. И понятно, почему я беру два шара. На самом деле удивительно положительные эмоции, позитивные. Как часто мы делаем подарки друг другу по поводу, без повода. Здесь просто потрясающая какая-то гамма эмоций. И когда видишь глаза деток, и когда читаешь их обращения, на самом деле они вполне детские, они вполне земные, реальные. Приглашаю принимать участие в этой акции». В этом году впервые к «Елке желаний» присоединилась клиническая больница номер 50. Главный врач Игорь Лошманов исполнил мечту многодетной семьи. Двое мальчиков загадали получить в подарок футбольный мяч и гирю, а две девочки – музыкальные игрушки. «Помни себя в детстве. Всегда в новогодние праздники ждешь чудо, ждешь исполнение твоей мечты, ждешь подарка. Мне приятно в этом году присоединиться к этой акции и выполнить чье-то желание. И вдвойне приятно, что эти детки из многодетных семей, вдвойне приятно помогать именно таким деткам». Кроме того, желание семерых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, исполнили сотрудники спортивной школы «Икар». А еще одна семья получила подарки от центра ЖКХ. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. «Учитель – это судьба, которой не может быть лучше. Она огнем зажигает сердца, теплом согревает души. Я очень рада, благодарна судьбе, что я учитель». Молодой педагог центра образования Александра Стрижова в первый раз участвовала в городском конкурсе «Современный учитель начальных классов». В качестве конкурсной работы она отправляла на суд-жюри видеозапись открытого урока по математике для учеников первого класса. Подготовка к конкурсу далась Александре Вадимовне непросто, но на этом пути учителя поддержали коллеги и руководство учреждения. В итоге в этом году Александра Стрижова стала лучшим современным учителем начальных классов. «Одна бы я не справилась, нужно было снять урок, потому что ты его одна не снимешь, нужны были коллеги. И большое спасибо им за помощь и за то, что администрация меня выделила и поверила, что я смогу». Для классного руководителя пятого класса третьего лицея Татьяны Шалдамановой участие и победа в конкурсе «Классный руководитель года 2022» – первый и очень значимый опыт. Конкурс проходил в два этапа – презентация педагогического опыта, видеовизитка, демонстрация открытого классного часа. На мероприятии педагог поговорила с детьми на актуальную тему – утилизации и переработки мусора. «Я первый раз принимаю участие в такого рода конкурсах. Но в первую очередь я это делала, скажем так, не сколько ради себя, а сколько не доказать, что я что-то могу, а ради лицея родного, где я давно работаю, и ради детей, родителей, чьим классным руководителем я являюсь. Своего пятого года». В качестве итогов года в Доме учителя прошло награждение победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства педагогов. Дипломами и подарками наградили самых активных работников образования, которые не побоялись попробовать себя в новых формах работы и показали отличные результаты на городском уровне. «Сегодня в образовании остаются две категории людей. Первая категория – это влюбленные в свою профессию, не представляющие себе жизни без нее, и вторая, которые пытаются понять, ваша ли эта история. Вот я хочу, чтобы из категории, если вы относитесь или ваши коллеги относитесь, кто-то, которые пробуют, ваша ли эта история, точно переходили в тот разряд, когда вы без этого не можете жить. Потому что все остальные уже разбежались. Поэтому это действительно так, и мы сейчас остаются только те, на ком действительно держится система образования». После торжественной церемонии награждения все участники мероприятия сделали общую фотографию. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Уходящий год стал для предпринимателей непростым, но в то же время активным и насыщенным на события. Саровчане участвовали во многих мероприятиях и конкурсах, получили грантовые поддержки. Более чем в половину в этом году выросла финансовая поддержка предпринимательства. 49 бизнесменов получили субсидии по разным программам на сумму более 16 миллионов рублей. Все это получилось благодаря слаженной совместной работе администрации города, Центра поддержки предпринимательства и Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова. В этом году впервые введены гранты начинающим молодым предпринимателям. У нас три начинающих молодых предпринимателей в этом году смогли получить финансирование по 500 тысяч рублей. Также продолжают активно участвовать в конкурсах самых разных. Наши социальные предприниматели и на региональном уровне, и в Сарове в проекте «Путь к успеху». Самых активных предпринимателей года чествовали в актовом зале администрации. Многих наградили благодарственными письмами за активную социальную работу. Виталий Зюкин в этом году официально стал уполномоченным представителем поддержки предпринимательства на территории города, а также как руководитель внес вклад в развитие социального предпринимательства. Это, наверное, первые года в моей практике предпринимательской, когда наши с вами руководители городские, они не просто развернулись навстречу к нам лицом, они идут и делают конкретные шаги. Наша с вами задача, как предприниматели, идти навстречу, потому что эта дорога взаимоотношений между властью и бизнес-сообществом, она с двумсторонним движением. Это безусловно. Также на торжественной церемонии награждения подвели итоги конкурса «Новогодний рекламный бюджет», где предприниматели рассказали о своем бизнесе с помощью видеоролика. Мероприятие прошло в нестандартном для стен администрации формате. Гости играли в игру «Сто к одному», а также послушали живое вокальное исполнение, зарядились положительными эмоциями и предновогодним настроением. Предприниматели выделяют, наверное, главная черта – это некий несъебаемый стержень, который позволяет им двигаться вперед, не взирая ни на что, который позволяет достичь своей цели. И вы понимаете, что у вас ответственность только перед самим собой, у вас нет руководителей. Вы понимаете только то, что есть ваша миссия в жизни, и вы ее придерживаетесь. После мероприятия предприниматели получили подарки и сделали традиционную общую фотографию. Светлана Ерунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Это был долгий, тернистый и очень интересный путь. Идея стать сетевым детским садом у коллектива 30-го детсада «Гвоздичка» возникла не сразу. Впервые об этом проекте они узнали в 2016 году и решили принять в нем участие. Первый блин вышел комом. Педагог не смог попасть в полуфинал. Однако начало было положено. Первый опыт был у нас неудачен. Но другого результата мы не ожидали, так как эта область была для нас непонятна, для педагогов, работающих по традиционным технологиям. Но упорство и труд привели нас к высоким результатам. Две стажировки на базе нашего дошкольного учреждения. Победа в командных конкурсах, участие в работе стажировочных площадок в городах в присутствии госкоорборации «Росатома». Приобретенный опыт помог достойно показать себя в конкурсе профессионального мастерства проекта «Школы Росатома». За право стать сетевым детским садом проекта сражались пять детских садов, пять профессиональных управленческих команд. Нестандартные задания требовали быстрого и творческого реагирования. По итогам конкурса четыре дошкольных учреждения вошли в инновационную сеть, в том числе и команда Саровского детского сада. Став победителями данного конкурса, на нас возлагается большая ответственность. Теперь педагоги нашего дошкольного учреждения должны выполнять сетевые стандарты школы «Росатома». А это шесть позиций, которые обязательны к выполнению. И самое первое – это то, что в детском саду должна жить игра. Должно быть право у детей делать выбор, самостоятельный выбор своей собственной деятельности. Детский сад получил солидную грантовую поддержку, которую направят на строительство среды «Опенспейс». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Быть готовым к любым испытаниям, взять эмоции под контроль, побороть свое волнение и показать себе жюри и зрительному залу с лучшей стороны. Такие задачи стояли перед участниками муниципального конкурса «Лидер 21 века». Его особенность в том, что все задания были экспромтами. Ребятам приходилось изобретать, фантазировать, быстро ориентироваться в любых ситуациях и находить единственное верное решение. Вообще ребята молодцы, они не боятся, они взаимодействуют с аудиторией, которая не ознакомая. Задание экспромт – это всегда тяжело, потому что нужно сориентироваться в той ситуации, которая здесь сейчас, а это иногда тяжело, тем более детям. И взрослые не все иногда ориентируются, а дети здесь могут проявить себя и показать свои лидерские, ораторские навыки достаточно хорошо. Юным лидерам организаторы подготовили четыре непростых, но интересных испытания. Сначала за пять минут участникам конкурса нужно было придумать о себе необычный рассказ, в котором слова могут начинаться только с одной из трех букв, которые достались им по жребию. Следующая задача – убедить незнакомых людей стать единомышленниками и принять участие в определенном мероприятии, патриотическом митинге или мастер-классе. Третье задание – придумать игру для сидящих в зале с двумя предметами из волшебного мешка. Завершающий этап – дать три совета молодому активисту, основываясь на личном опыте. В самые сложные моменты полезными помощниками стали друзья и одноклассники, вожатые и советники по воспитанию. Зрительный зал тоже не оставался равнодушным. Сопереживали, старались помочь, радовались, смеялись, подпевали и играли. Очень много людей. Я на самом деле думала, что будет намного меньше людей. Очень крутые организаторы, очень классная подача каких-то заданий. Все очень круто, я могу сказать. Ты тут познаешь себя, ты импровизируешь, ты по сути раскрываешь свои как раз-таки лидерские качества. Лидер 21 века, большой опыт, ценная возможность для саровской молодежи проверить свои силы. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Легкие воздушные десерты, полезные салаты, холодные закуски, питательные супы и вторые блюда. Уже второй год ребята с ограниченными возможностями здоровья познают тайны кулинарии под руководством шеф-повара Татьяны Расторгуевой. Ее подопечные научились готовить не только привычную для русского человека еду. Теперь они могут порадовать своих домашних и изысканными французскими или итальянскими блюдами. Работать совершенно не тяжело. Все интересно, увлекательно. Ребята все очень классные. Мы подружились и всегда рады видеть друг друга. За год существования инклюзивная кухня настолько хорошо себя показала, что этот проект решили представить на конкурс грантов «Драйверы роста» в Нижегородской области и выиграли его. Целей у инклюзивной кухни несколько. Во-первых, популяризировать правильное питание среди молодежи с ограниченными возможностями. Ребята учились готовить практически без использования сахара и соли, правильно сочетать продукты. Во-вторых, молодые люди овладели необходимыми социально-бытовыми навыками. В планах организаторов в дальнейшем адаптировать этот проект и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нам уже подходили родители и просили вот этот проект адаптировать еще и для детей. Для детей с особенностями развития, чтобы они тоже научились как-то реализовывать себя в домашних условиях. Потому что развивать социально-бытовые навыки достаточно сложно. И очень часто родители постараются вроде бы помочь ребенку или помочь молодому человеку, но на самом деле они начинают все делать за него. И в итоге урастает молодежь, которая, к сожалению, ничего не умеет делать по дому. А это просто необходимо. Финальной точкой проекта стал своего рода экзамен. Участники инклюзивной кухни приготовили ароматный плов с восточными пряностями и нежный творожный мусс с вишней. Своими кулинарными шедеврами они угостили родных и близких, которые пришли на дегустацию. Екатерина Пенова, Константин Островский и Сергей Рябов. Служба новостей Саро-24. Самый волшебный и добрый праздник уже на пороге. Особенно его ждут маленькие саровчане. Новый год для ребят приближают взрослые. Ежегодно для горожан проводят торжественное заживание огней на больших елях в парках. На праздник приглашают всех желающих. За что ты любишь Новый год? Что тебе больше всего в нем нравится? Из снега можно сделать снеговик. Дедушка Мороз с снегурочкой. А почему? Потому что они дарят подарки, веселье. Пусть все я люблю, когда приходит Дед Мороз. Подарки мне тоже нравятся, но пусть все я люблю, когда приходит Дед Мороз. Подарки! А еще? Из мороз. Из каникулы больше всего. В этом празднике? Да. Ну, то, что всем приносят подарки. То, что новогоднее настроение. Снег падает, может в снежки играть. Мне он нравится, потому что все родные и близкие собираются рядом. Вот. А чего еще интересного? Что в Новый год сбывается чудо. Первые огни на еле зажгли в детском парке Насосино. Церемонию зажжения провели Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка вместе со сказочными помощниками. Свети! Сияй! Громче! Гори! Насыщенную программу для горожан подготовили в праздничные дни. В новогоднюю ночь парк Зернова ждет гостей. Массового мероприятия не будет, однако с часу до трех горожанам будут доступны праздничные локации, фотозоны, а также большое чайное застолье с самоваром и баранками. Начиная с 3 января и по 6 включительно ежедневно в час дня и в 15.00 мы ждем на снежной фантазии. Будем водить хороводы, играть зимние забавы, петь песни и естественно поздравлять друг друга и всех гостей парка с наступившим новым 2023 годом. В конце праздника все желающие могли сделать памятное фото с Дедом Морозом и Снегурочкой. Анна Перепец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В настоящую сказочную страну ребята попадали, как только входили в ресторан «Прайм». Нарядная елка, гирлянды, воздушные шары – все погружало в атмосферу новогоднего волшебства. Детишек встречали Алиса и Безумный Шляпник, кролик и Чеширский кот. У всех гостей была возможность пофотографироваться у стильных фотозон, сделать аквагрим и даже поиграть с живыми кроликами. Праздничный предновогодний вечер для учеников языковой школы «Лэнгвич Бридж» и их родителей – традиционное ежегодное событие. В этом году темой мероприятия стала «Алиса в стране чудес». Больше мне понравилось сфотографироваться с Алисой и со шляпником. Татуировки делать. Мне рисовали пирожные и лошадку. Пирожные. Чтобы Новый год всегда был такой. С Новым годом! Счастья вам! Здоровья! Мы сегодня будем выступать, стихи рассказывать и есть будем. Что будете петь? Песнику Сента и стихи рассказывать. Праздник начался с театрализованной интерактивной программы с участием любимых персонажей из «Алиса в стране чудес». Ребята должны были помочь героям заполучить карту и ключ и снова запустить остановившееся время, чтобы Новый год пришел в каждый дом. А для этого дети выполняли различные задания волшебной страны на подвижность и смекалку. Песня «Снегурочка» Песня «Снегурочка» Праздник в преддверии Нового года в языковой школе «Лэнгвич Бридж» создал настроение и детям, и взрослым. У меня дочь ходит уже четвертый год в школу «Лэнгвич Бридж». Сегодня нас пригласили на праздник. Большое спасибо школе, что организовали нам такой чудесный праздник в канун Нового года. Отличная программа для детей и взрослым также. Очень весело. И спасибо ресторану «Прайм» тоже за комфортную атмосферу. Праздник проходит очень позитивно. Много необычных, разных интересных представлений подготовлено. То есть красочно оформлено все, очень со вкусом. Много различных костюмированных персонажей. «Лэнгвич Бридж» уже зарекомендовала себя как престижная языковая школа, которая помогает ученикам разного возраста преодолеть языковой барьер с преподавателями высокого уровня. Студия также предоставляет возможность заграничных стажировок. Елена Машкова, директор школы иностранных языков LBI School. Расскажите сначала немножко про праздник. Что сегодня для ребят мы подготовили? Что будет? Да, сегодня 25 декабря. Мы сегодня отмечаем наступающий Новый год. Но это событие у нас оформлено в стиле «Алиса в стране чудес». Поэтому у нас здесь сегодня несколько «Алис», несколько «Шлябников», «Чешинский кот» и много-много других интересных героев. Помимо этого, естественно, этот праздник привязан к наступающему новому 2023 году. У нас приглашены артисты из Нижнего Новгорода. Это кодулисты, которые развлекают гостей. Здесь оформленная фотозона с профессиональным фотографом Дмитрием Власовым. У нас приглашенный коллектив танцев Анны Козловской и многое-многое другое. Живые кролики, разные чудеса, необычности, странности, которые случаются в жизни, будут случаться здесь сегодня на нашем празднике. Будут выступать ученики и показывать, чему они научились за время обучения в нашей школе. Они будут выступать с номерами на английском языке, испанском, французском, китайском, немецком. Третья часть будет состоять из номеров, которые будут показывать учащиеся нашей школы. Они будут петь, танцевать и, как я уже сказала, показывать, чему они научились за год обучения школы. Это такой некий открытый урок, некая традиция, которая у нас существует и сложилась в нашей школе. И вот открытые уроки у нас проходят вот таким образом. Родители смогут насладиться вечером и плюс посмотреть на то, что умеют их ребята, дети. У нас есть очень квалифицированные преподаватели, которые окончили передовые лучшие вузы нашей страны, лингвистические университеты. И каждый преподаватель может говорить как минимум на двух иностранных языках. Это профессионалы своего дела. Я очень люблю своих преподавателей, их очень ценю. Я считаю, что это одна из главных особенностей моей школы. Все, спасибо большое. За знаниями приходите к нам. Наши учительницы объясняют все хорошо и с юмором. То есть иногда мы можем где-нибудь посмеяться, иногда мы можем рассказать какую-нибудь шутку. Там очень классные преподаватели. Они преподносят материалы легко. На уроках весело, мы не скучаем. Очень хорошие преподаватели, очень все весело проходит и вообще занятия очень позитивные. В конце новогоднего праздника от школы Language Bridge все дети получили сладкие подарки. А среди взрослых разыграли подарочные сертификаты на обучение. Я к тебе пришла! Субтитры создавал DimaTorzok